Всем привет! Меня зовут Влада, а это проект «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся узнать, что такое быстрое и осознанное чтение. Совсем недавно я почитала роман Михаила Юрьевича Лермонтова «Герой нашего времени», поэтому именно об этой книге сегодня пойдет речь, и вы узнаете краткое ее содержание. Произведение Лермонтова «Герой нашего времени» не теряет свою актуальность на протяжении двухсот лет, а все потому, что в этом романе затронуты очень важные темы, такие как предназначение личности, любовь, страсти и так далее. Это произведение не оставит никого равнодушным, именно поэтому оно и входит в сокровищницу классических произведений русской литературы. Поистовование в романе ведется от лица трех персонажей – автора Максима Максимовича и Григория Печорина. По общей структуре произведение состоит из двух частей и пяти глав. Повесть «Белла» – рассказчик Максим Максимович, повесть «Максим Максимович» – рассказчик-автор, повесть «Тамаль», «Кнежна Мэри» и «Фаталист» – рассказчик Григорий Печорин. Именно отсюда читатель и узнает жизненный путь главного героя Григория Печорина. Также автор использует очень интересные художественные приемы. Например, он описывает главного героя через остальных персонажей, либо использует его дневники. Именно благодаря этому можно сказать, что книга приобретает лирическо-психологический аспект. Однажды, путешествуя по Кавказу, рассказчик знакомится с офицером Максимом Максимовичем, который рассказывает ему историю о своем друге – офицере Григория Печорине. Они служили вместе на Кавказе. Именно там Григорий Печорин и познакомился с Беллой. Печорин украл Беллу из дома, но через какое-то время его чувства остыли. Он стал скучать с ней. Вскоре Белла погибает от рук разбойника Казбича. На этом история Максима Максимовича о Печорине заканчивается, и он прощается с рассказчиком. Вскоре рассказчик и Максим Максимович снова встречаются, но уже во Владикавказе. Там они также встречают Григория Печорина, который едет в Персию. Уезжая, Печорин решает оставить свои дневники Максиму Максимовичу, но тот, в свою очередь, решает от них избавиться и отдает их рассказчику. Спустя какое-то время рассказчик узнает о смерти Печорина и решает опубликовать его дневники. Оставшаяся часть романа представляет собой дневники Печорина, в которых он рассказывает о событиях, которые с ним произошли до встречи с Беллой. В дневниках Печорин делится самыми сокровенными мыслями, именно поэтому становится ясно, что несмотря на то, что он умный, красивый, богатый, в душе он глубоко несчастный человек. Фух, ну, содержание вроде более-менее понятно, давайте перейдем теперь к главным героям и основным сюжетным линиям. Но! Перед этим не забудьте подписаться на наш канал, и я это говорю не просто так уж, поверьте, потому что здесь будут выходить классные обзоры на художественную литературу, видео про скорочтение и много чего интересного. А если вы ударите в колокол, то вы будете первыми получать уведомления о выходе новых видео. Поэтому подписывайтесь! Главный герой Печорин Григорий Александрович. Это центральный персонаж романа, и хоть он и умен, красив, великолепно сложен, и все вот эти вот микромоменты, несмотря на все это, иногда он малоприятен для нас, как и для читателей, потому что он заставляет других людей страдать, он рушит чужие жизни, но, несмотря на такое его поведение, есть в нем какая-то сила притяжения, которая заставляет сострадать тому, что в его жизни отсутствует какая-либо цель и какой-либо смысл. Белла. Красивая, порядочная, честная девушка, княжеская дочь, которая, к сожалению, погибает от рук разбойника Казбича. Мэри. Знатная девушка, с которой Печорин познакомился случайно и приложил все усилия, чтобы влюбить ее в себя. Она образована и умна. Разрыв с Печорином становится для нее настоящей трагедией. Максим Максимович. Близкий друг Григория Печорина, также служит в царской армии, является честным и порядочным человеком. Азамат. Коростолюбивый и неравновешенный юноша. Брат Беллы. Казбич. Молодой черкис, который был влюблен в Беллу и впоследствии убил ее. Грушницкий. Молодой юнкер, самолюбивый и не сдержанный, соперник Печорина, был убит Печориным на дуэли. Вера. Бывшая возлюбленная Печорина. Ундина. Безымянная контрабандистка, которая пыталась убить Печорина. Янка. Второй контрабандист, друг Ундины. Вернер. Доктор, умный и образованный человек, знакомый Печорина. Вулич. Офицер псерпо-национальности, знакомый Печорина. С героями все. Давайте теперь перейдем к краткому содержанию каждой главы. Напоминаю, что их у нас пять. Рассказчик романа «Русский офицер путешествует по Кавказу». Там он знакомится с Максимом Максимовичем, от которого слышит историю о его друге Григории Печорине. Григорий Печорин – молодой и богатый дворянин, который очень образован и умен. Он с самого детства привык к роскоши и высшему свету. Несмотря на все эти плюсы, в душе он глубоко несчастный человек и ему надоела его жизнь. Максим Максимович и Григорий Печорин вместе служили на Кавказе. Именно там он и познакомился с местной жительницей Беллой, которую украл из дома. Они прожили счастливо четыре месяца. Но потом внезапно Григорию Печорину стало скучно с Беллой. Его чувства стали угасать. Белла это чувствовала, страдала из-за этого. Однажды Беллу похищает разбойник Казбич. Он ранил ее, бросил и скрылся от погони. Через два дня Белла погибает на руках у любимого. Спустя три месяца после этого Печорин уезжает на службу в Грузию. Сообщив историю о Печорине, Максим Максимович прощается с рассказчиком. Вторая глава – Максим Максимович. Вскоре рассказчик Романа и Максим Максимович снова встречаются, но уже в Владикавказе. Также они там видят Григория Печорина, который очень холодно ведет себя с Максимом Максимовичем, быстро с ним прощается и уезжает в Персию. Такое отношение очень расстраивает Максима Максимовича, и он решает отдать все дневники Печорина рассказчику. Третья глава – Томань. И именно начиная с третьей главы, все повествование идет от лица Григория Печорина, потому что здесь рассказывается все, что было написано в его дневниках. Печорин проезжает в Томань по служебным делам. Там он останавливается в доме у бедняков. Слепой мальчик и девушка Ундина, живущие в этом доме, оказываются контрабандистами. По ночам они разгружают лодку с товарами, которые привозит их сообщник Янка. Печорин предупреждает девушку, что ему все известно. Та, в свою очередь, заманивает его на свидание и пытается утопить. Печорин спасается, а Ундина вместе с Янкой плывает, чтобы ее не арестовали. Слепой мальчик остается на берегу и плачет. В эту же ночь Печорина обворовывает, и он сразу понимает, что это сделал слепой мальчик. Он уезжает из Томани, оставляя это дело без огласки. Голова 4. Княжна Мэри. В мае Печорин приезжает в Пятигорск, и там встречает своего старого знакомого, юнкера Грушницкого. Здесь же герой знакомится с княгиней Льговской и ее дочерью, княжной Мэри. Грушницкий влюбляется в княжну Мэри, но она ему не отвечает взаимностью, потому что она влюблена в Печорина. Но Печорин не любит княжну Мэри, а лишь играет ее чувствами. Здесь же Печорин встречает свою давнюю любовь, замужнюю женщину Веру. Печорин, Грушницкий, княжна Мэри и Вера перебираются в Кисловодск. В Кисловодске однажды Печорин идет на свидание к Вере. После свидания его видит Грушницкий, но из-за того, что Вера и княжна Мэри живут в одном доме, Грушницкий думает, что Печорин идет со свидания с княжной Мэри, из-за чего он очень сильно начинает ревновать, распускать слухи о княжной Мэри, из-за чего Печорин вызывает его на дуэль. В ходе поединка Грушницкий погибает, а в наказании за дуэль Печорин отправляют на Кавказ, собственно, где он и познакомился с Максимом Максимовичем и Беллой. Пятая и последняя глава – «Фаталист». Печорин едет на две недели по служебным делам в казачью станицу. Там он присутствует на встрече офицеров. Внезапно сербский поручик Вулич предлагает спор. Он говорит, что судьба существует и все в этом мире уже предопределено. Печорин решает поспорить с Вуличем, после чего, чтобы доказать свою правоту, Вулич берет пистолет и стреляет себе прямо в лоб. Ему повезло, потому что пистолет не был заряжен, он выжил и выиграл таким образом спор. Печорин тем временем как будто читает на лице Вуличи, что тот сегодня умрет. И действительно, Вулич в этот же вечер погибает от рук пьяного казака. Печорин принимает участие в поимке преступника и сам чуть не погибает. Через какое-то время Печорин возвращается на Кавказ, где знакомится с Беллой. Конец. Теперь вы знаете сюжет романа «Герой нашего времени». Для того, чтобы проверить свои знания по этому роману, вы можете перейти по ссылке в описании. Там есть очень интересный тест. Ну а если вы читали полностью эту книгу, то напишите в комментариях, как вам. Пусть люди знают правду. Это был проект «Читай быстро». Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Не забывайте, что у нас есть крутой сайт буква.инфо. Там много полезной информации, а также наши социальные сети. Куда же без них? Переходите в наш инстаграм, потому что там мы выкладываем, во-первых, классные фотки. Во-вторых, у нас есть там розыгрыши книг и букнотов. Поэтому, если вы хотите что-то выиграть, то обязательно подписывайтесь. Ну а если вы любите литературу так же сильно, как мы, то не забывайте, что у нас есть очень интересный блог, в котором мы делаем обзоры на книги. Поэтому тоже переходите и читайте. Ну а мы увидимся очень скоро в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok